Ни пухать, ни пирать. Напутственные слова, пожелания удачи. Среди выпускников на традиционной линейке перед сдачей единого государственного экзамена будущие педагоги, лётчики, инженеры и лингвисты. Каждый для поступения в ВУЗ выбрал в качестве дополнительных дисциплин общество знаний и физику. Это одни из самых востребованных предметов в этом году. Только на площадке средней школы номер 66 аттестацию по ним проходит около 200 школьников. Я считаю, что я в физматовской наклонности, поэтому мне математика и физика их продаются. Ощущение, что полноценное лето, и всё, в принципе, больше готовиться не придётся. Во-первых, я хочу стать журналистом, собственно, как вы, поэтому хочу сдавать общество очень нужную по профилю. Очень интересная профессия, динамичная, есть возможность для развития, постоянно куда-то ездить, находиться в общении, в коммуникации с другими людьми. Чтобы мечты достичь, выпускники упорно готовились. Для многих сегодня это уже четвёртый экзамен, а потому правила процедуры знакомы. Осмотр с помощью металлоискателей, подробный инструктаж и полная концентрация. В класс с собой можно взять только ручку, паспорт и воду. За соблюдением порядка следит состав педагогов из разных школ. Все они предварительно прошли обучение. Самые строгие – ревизоры, видеокамеры. Если у кого-то заметят шпаргалку, неважно, успел выпускник воспользоваться ей или нет, нарушителя выведут из аудитории, а результат аннулируют. В таком случае возможности на пересдачу нет. У остальных же с этого года по поручению президента есть право на ошибку. Если ребёнок получил количество баллов, которые не удовлетворяют его, то есть это либо неудовлетворительная оценка, либо низкое количество баллов, то он имеет право пересдать экзамен по выбранному предмету 4 или 5 июля. Предыдущий неудовлетворительный результат будет аннулирован. Всего в этом году экзамен по физике и обществознанию сдают почти 3000 школьников. Аттестация организована на площадке 79 пунктов проведения. Напомним, период сдачи ЕГЭ продлится до 5 июля с учётом дополнительных дней.